Скандальный шлагбаум на 13-й станции Большого Фонтана, который с завидной регулярностью сносили и снова ставили, опять появился на Одесском побережье. Только сейчас, непосредственно при въезде на автостоянку. И хоть рабочие уверяют, что теперь-то точно все законно и даже любезно показывают документы, люди все равно возмущены. Убрали там, поставили тут теперь. Беспредел. В чем беспредел, собственно? Ну, потому что это парковка, не платная. Она никогда не была платная, она всегда была бесплатная. 50 гривен. Если я заехала на полчаса, мне платить 50 гривен? Каждый год они показывают документы. Мы спрашиваем, на что деньги берете? На новое асфальтовое покрытие. Вы сюда съехали? Вы видели это новое асфальтовое покрытие? 10 лет одно и то же. Следить за состоянием территории по договору действительно одна из основных обязанностей арендатора. Правда, показать на камеру все разрешения тут отказались. Читаем условия с чужих рук в строго ограниченное время. Первый лист, которыми и демонстрируют, гласит – стоянки арендованы на 49 лет. Они арендовали еще в пятом году, да? Это еще при Эдуарде Иосифе Гурвице было, да. И не платят 100 тысяч? Гривен, да. 100 тысяч гривен перечисляются городу ежемесячно. Вот только как и раньше, рассчитаться за въезд можно только наличкой в руки оператора. Никаких чеков, либо других отчетных документов об оплате здесь не предлагают. Да и набор разрешительных документов людей не устраивает. Регулярно возникают споры, часть машин разворачивается и уезжает. Мы сказали, что пляжи все бесплатные и территория, покажите документы. Они документы не предоставляют и говорят, никого не пропустим. Говорят, мы уже здесь третий день, мы не в конце ли это? Мы работаем, смотрите новости, мы официально работаем. Ну хорошо, работайте. То есть ни документов, ни чеков, ничего вам? Ну какой-то чек он в руках держал, но мы его не видели, мы не платили, мы не брали. Недовольные новыми условиями и нежелающие платить за стоянку паркуются прямо на обочине, по обе стороны и без того ни широкой дороги. Ни на камеру свои действия объясняют протестом против незаконного захвата побережья. Возмущение отдыхающих операторы автостоянки не понимают и вовсе. Услуга платная, собственник есть, все якобы законно, прозрачно и логично. Кроме того, уверяет мужчина, за эти стоянки люди платили всегда. Просто раньше там, где располагался снесенный шлагбаум. Арендатор выполнил, даже не дожидаясь окончания апелляции, выполнил как бы добровольно свое решение. Чтобы не возобновлять его там? Чтобы не возобновлять его там, да. Но я так понимаю, люди все равно недовольны. Ну, люди никогда не будут довольны. Люди считают, что это государственная территория, хотя, к большому сожалению, это территория в аренде. Не у города, а у определенной компании. Привыкнут ли отдыхающие к новым условиям, либо ждать к осени новой части эпопеи со шлагбаумом? Репортер продолжит следить за ситуацией. Лилия Гарапашина, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.